Иногда простая прогулка по парку или скверу преподносит такие сюрпризы, которые не найдешь и в дремучем лесу. Вот и в этот раз, когда Крейг Лютман шел по аллее недалеко от своего дома в штате Небраска, его взгляд упал на странное клубящееся существо, сидящее на стволе сосны. Оно чем-то напоминало огромного паука, который качался и дергался из стороны в сторону, но никак не двигался с места. Подойдя ближе, Крейг рассмотрел, что это был не страшный мутант, а милые рыжие белочки, целых шесть штук. То, чем они занимались, было похоже на перетягивание каната, вот только канатом им служил. Клубок собственных спутанных хвостов. Опасаясь, что белочки не выдержат долго такое испытание, парень вызвал представителей гуманного общества Небраски. Все малыши были, вероятно, детенышами одного помета и запутались уже давно еще с тех пор, как копошились в одном дупле. Было ясно, если им не помочь. Белок ждет скорая гибель от голода или хищников. Приехавшие специалисты, тем не менее, не взялись сами распутывать этот сложный узел, а отвезли малышей к волонтерам из общества по защите диких животных. Там биолог Лаура Стасни целый час или даже больше колдовала на своем столе, пока не освободила всех братьев и сестер. «Как ни странно, но такие случаи с запутанными белками не столь уж редки», — рассказала Лаура. Как правило, это происходит из-за того, что мама-белка использует для постройки гнезда неподходящие материалы, например, сетку, леску или нитки. Но иногда мама тут ни при чем хвосты склеиваются от того, что дерево, скрывающее гнездо с бельчатами, содержит много древесных соков. Липкая масса, попадая на шерсть, выступает в качестве клея и схватывает хвосты мертвой хваткой. Это произошло и в нашем случае. К сожалению, матери никак не могут помочь своим слившимся детям. Ну да, мы помним у них же лапки. Сейчас шестеро белочек чувствуют себя вполне сносно. Они восстанавливаются в вольерах зоозащитного общества и через несколько недель будут выпущены в дикую природу. Там они смогут продолжить свои игры и соперничество, но уже в более радужной перспективе без боязни оторвать себе хвост. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.